Слава Украине! Всем доброе утро, друзья! Давайте после вчерашней речи Путина разберемся, что это было. Да, Путин же вчера выступал, кто в курсе. Вообще, тут понимаете, на речь Путина нельзя смотреть в отдельности от того, что произошло с Пригожиным и с Россией. Вот все это вместе. Вот все вместе это получается тогда красиво. Значит, смотрите, где-то все вместе это выглядит следующим образом, если пробежаться сверху донизу, как оно все выглядело, и попытаться понять, что там вообще происходит. Итак, вечером 23 июня некто Пригожин нарушил Святую Субботу, надо учесть, как говорится, верование, и заявил, что идет искать министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. А если кто-то будет ему, как говорится, в этом деле мешать, то он его убьет. Ничего страшного, подумаешь. Это так у них положено, да. Итак, ночью был взят Ростов, а рано утром был, получается, взят штаба Южного военного округа. Зачем он их брал, он сам точно не знает. Но это еще не все. Значит, там в штабе Южного военного округа находился, значит, некий Юнус Бек Евкуров. Ни много, ни мало, как замминистра обороны Российской Федерации, который оборонять должен, по идее, всех. В результате мы видим, значит, видео, как он сидит на скамеечке рядом с этим бунтовщиком Пригожиным. И даже не пытается каким-то образом, значит, задушить его, вырвать у него кадык. Ну, с тем, чтобы получить вторую звезду Героя России. Или, по крайней мере, попытаться забрать звезду Героя России у Пригожина, который же тоже Герой России. Они там все Герои России сидели рядом. На скамеечке сидело, как минимум, два Героя России. Один, значит, получается, наемник-предатель. Другой замминистра обороны, который должен оборонять. Но из-за, скажем так, большой опасности быть непонятым другими Героями России, которые с автоматами стояли вокруг, Герой России, значит, Юнус Бек Евкуров не попытался задушить Героя России Пригожина. Ну, или, по крайней мере, отобрать у него звезду. Дальше. Это же еще не все. Значит, там был некий такой генерал спецназа, некто Владимир Алексеев. Да, вот он там тоже сидел, и рядом с ним на той же самой скамеечке. Надо сказать, что тоже он, значит, со звездой, он же тоже Герой России. Там все, понимаете, там куда ни кинь, вокруг одни Героя России. Вот. Он тоже, значит, не попытался ни задушить Пригожина, ни даже укусить его за левое ухо. Я не помню, с какой он стороны сидел. Или за правое все-таки. Ну, в любом случае, он не пытался его кусать за уши. Ну, позже он объяснил, что он же не Майк Тайсон. Вот. И даже предложил ему забрать у них Сергея Шойгу. Вообще забрать. Не знаю, может, в жены. Я не в курсе. Да. Дальше. Это так все происходило. Дальше. В Ростове, значит, полиция увидела людей, многочисленных людей с повязками, которые ходили на какие-то несанкционированные сборища и демонстрации. Ни у одного из них они не проверили документы. Алло, полиция. В этом что, вообще уже это самое. Тут-то в Москве у студентов сразу бегут проверять. А там что-то полиция ни у кого ничего не проверяла. А Росгвардия с дубинками не попыталась разогнать, значит, несанкционированный флешмоб. Более того, никого не задержали за несанкционированный митинг, шествие по улицам и вытаптывание газона. Вы вспомните, где они технику парковали. Это еще не все. Где было ваше ГАИ или как это там сейчас у вас, ГИБДД, не знаю. Значит, куча техники зашла, куча тяжелой, большегрузной техники зашла в центр города. Вы думаете, они хоть один штраф выписали? А, хрен там. Вот тоже я за это. Дальше. 24 числа некто по фамилии Путин, который, может быть, и не Путин, потому что непонятно, это Путин или не Путин. Это уже давно непонятно. Но вот этот некто, который вроде бы Путин, но это не точно, заявил о мятеже против Путина, который, может быть, не Путин. Ну, и чиновники же на местах бросились выполнять указания. Но не, они не пытались остановить колонну живым щитом. Депутаты не пытались броситься под гусеницы танков. Олигархи не перегораживали автомобилями дорогу. Знаете, как вот там было, когда был путь против Ельцина, вот этого там, Рудской и так далее. Там же кто-то под танки бросался, туда и сюда. Этого ничего не произошло. Олигархи, значит, помощь со стороны олигархов, правительства и российских депутатов Путину заключалась в том, что из окон самолетов, которые улетали быстренько из Москвы куда-то подальше, они бросали грозные, ненавидящие взгляды в сторону колонны Пригожина. При этом они ее не видели. Но это неважно. Дальше. Количество танков, которые могучая российская армия выпустила навстречу Пригожину, равнялось огромной цифре ноль. Количество артиллерийских батарей, которые они там запрятали и которые ждали Пригожина, с тем, чтобы разгромить его поход, равнялось точно такой же цифре. Кадровая военная, которая там на России, там сколько, миллион, да, миллион у вас по списку еще военных, неуконтропублиных, тех, что еще на Россию, в Украину не послали, на утилизацию. Значит, количество вот этих военных, которые окопались во всех лесах и готовы были перейти в контратаку против вагнеровцев, равняется твердому нулю. Спрашивается, где вот этот миллион делся, я так и не понял. По-моему, они рассосались. Или есть еще сведения, что им, как говорится, дали увольнительную, всему миллиону в те же сутки. И они все были дома, они в увольнении были, да. Ну, вот это тогда многое объясняет. Да, значит, ну, ролики этих не помогли, которые записывали, значит, губернаторы. Камлане олигархов с самолетов тоже не помогли. И к вечеру Евгений Пригожин, значит, вместе с наемниками уже дошел до Липецка. И приблизился к Московской области. Ну, по пути они ничего, как сказал Пригожин, не пролили ни одной капли российской крови. Только застрелили несколько человек, сбили шесть вертолетов и два самолета. Ну, а в общем, хорошо, все равно было абсолютно хорошо. Значит, ну, надо сказать, что в то же самое время они поставили рекорд. Рекорд по прохождению от границы до столицы Российской Федерации. Такого не удавалось даже гитлеровцам. То есть, Пригожин в этом случае, значит, поставил абсолютный мировой рекорд. И за это ему, наверное, поставят, видимо, в Москве памятник. Но это не точно. Более того, дальше вообще интересно. Значит, мэр России... Ой, боже, что я говорил? Теперь после этих слов его, наверное, там сейчас... Он уже мэром не будет. Мэр Москвы, которого зовут Собянин. Он же оленевод. И конкурент, значит, Шойгу по воспитанию подрастающего поколения оленей. Да. Он объявил понедельник праздничным днем. По всей видимости, в честь появления Пригожина возле Москвы. Ну, вот как-то так оно все совпало. Я так это понял именно таким образом. Но 24 июня утром неожиданно для всех этот самый Пригожин заявил, что разворачивается и уходит в летние лагеря. Видимо, потому что закончился шаббат. Итак, 26 июня вечером уже выступает президент России некто Владимир Путин, который, может быть, и не Владимир Путин, а что-то другое. Но этого никто не знает и никто не говорит. И поэтому даже сам Владимир Путин точно не знает, является ли он Владимиром Путиным. И, значит, он записывает, как сказал Песков, очень судьбоносное для России заявление. Которое, в результате, сказал Песков, не являлось судьбоносным. И вообще его неправильно поняли. И тот самый Владимир Путин, который, возможно, не Владимир Путин, записал это обращение и объяснил, что оказывается все дело в консолидации российского общества. Я ничего не пропустил. Ну, где-то так и было. Единственная ремарка после этого всего. Потом вышла Кабаева и сказала, что вот это 4 минуты, которые выступал Путин, это еще очень долго. Но ей виднее. Продолжение следует... Продолжение следует...